В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Спасатель пострадал при ликвидации возгорания на Атамана Головатова. Огонь вспыхнул в заброшенном здании туберкулезного диспансера около часа дня. На месте работали экипажи четырех пожарных машин. Им удалось в течение полутора часов погасить пламя. Под час ликвидации пожежи постраждал рятувальник, которого было госпитализовано в лекарни для подальшего обслуживания. Загрозы его жизни нет. Других пострадавших нет, добавлю жители. С соседнего дома номер 45 жалуются на регулярные возгорания в пустом здании. Оно давно превратилось в свалку, где ночуют бездомные. Местные считают причиной пожара мог стать брошенный окурок. Отмечают не раз, жаловались городской власти, просили закрыть входы и обезопасить соседние дома. Горсовет на ЖЭК. ЖЭК говорит, что это здание находится на балансе города. То есть только одни бумаги приходили. Разобраться нет. Вот эффект, что дальше. Это хорошо, что днем. Если бы это было ночью, родители бы угорели. То есть вся квартира в дыму, все в задымлении. Во сне угарный газ, все. Несколько раз жителям соседнего дома даже приходилось тушить огонь самостоятельно. Тушил вот этот. Было загорелось. Я схватил ведра. Мне сказали, я побежал быстро. Десяток ведер туда занес, потушил с той стороны. Потому что загорелось. И раньше тоже, в прошлом году тоже тушил. В 45-м доме потрескались стекла, а помещения заполнились дымом. Во время пожара находиться внутри было опасно. В наркоторговле подозревают семейную пару одессеитов по версии правоохранителей. 28-летний мужчина и женщина на год старше его создали в мессенджере канал по продаже психотропов. Сбывали их путем закладок в Одессе. Клиентам из других населенных пунктов доставляли товар по почте. Ежемесячная прибыль наркоторговцев достигала 300 тысяч гривен. Во время обысков у подозреваемых изъяли амфетамины, экстази и оружие. В рамках проведения, распочатого за частью 2 статьи 307 Криминального кодекса Украины, речевые доказы полицейские направили на экспертизу. Наразі вони встановлюють канал постачання наркотиків до фігурантів. Вирішуються питання про оголошення правопорушникам підозри незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин та обрання запобіжного заходу. Фігурантам грозит лишення свободи сроком от 6 до 10 лет с конфискацією імущества. Мітинг з дымовими шашками і угрозами прошел сьогодні сразу в двох містах під стінами бізнес-центра Нагрушевського і около облгосадміністрації на проспекте Шевченко. Протестуючі назвалися моряками. В ході митинга просили ввернути їм деньги і розібратися з корупцією. Мітинг з корупцією в середі моряків, т.е. не в середі моряків, а в сфері, в морській сфері України. На Грушевській ми сьогодні були по поводу обращення лідеру організації Кристина Король. Це організація УСУ, тому що ми читаємо, що це не читаємо, але так і є. Це волк в овечій шкуре, яке виставляє, що організація займається благою діяльністю, насправді просто прикривається проблемами моряків і використовується проблеми в своїх личних целях. По словам митингующого в упомянутій організації, брали діньки за рішення проблем моряків і бездействовали. А вот сама Кристина Король розказує, що участники акції вообще не моряки, а митинга заказной. Кроме того, їй і її сім'єю систематично угрожають. Цель одна – дискредитувати УСУ, мене лично, і для того, щоб ми прекратили свою деятельність против корупції в системі дипломування моряків. За неделю до цього до моїх родів і бабусі розрісували полностью з угрозами, що я, опять же таки, дознаю кому-то денег, що мене моряки найдуть, що там, ну, различного роду оскорблення, угроза. Женщина вже написала заявлення в поліцію. Мільйон 297 тисяч гривень – именно столько потратят на содержание апарата Одесского районного совета в 2022 году. Чтобы уложиться в этот бюджет, даже решили сократити штат – с 23 до 17 работників. Сумма финансирования района пока неизвестна. Окончательну цифру озвучат на первой сесії уже в следующем году. Що стосується інших видатків, в тому числі дохідної частини, це так звані перехідні залишки. Від вас з першого року залишилася економія райради, райадміністрації. У нас ще з 20 року залишилася перехідні залишки. Але щоб бути точним, казначейство офіційно нам надасть цю цифру. Друге половині січня, відповідно, 22 року. Відповідно, яким буде бюджет одеського района, буде зависити від відповідного голосування. Передумав обжалувати подозрення, речі йдет об ексглаві Южного управління капітального строительства Василия Ракули. Його подозревають в вимогательстві, мільйона доларів взятки. Раній адвокат Ракула Ігор Йулашвили подав жалобу на сообщення о подозрении. Разбирательство длилось долго, не обошлось без отводів і затягивання процеса. Кроме того, большую часть заседання Ігор Йулашвили выступал проти присутствия работників средств масової інформції. Впрочем, не удалось. Мої коллеги все це время следили за процесом. Юлия Лабурак расскажет більше. Адвокат Василий Ракула вновь не явився на судебне заседання. Однак на этот раз Ігор Йулашвили направив в суд заявление. Вважаю за неможливим звернутися за колпотанням про залишення моєї скарби без розгляду. Сам подозреваемый Василий Ракул не смог объяснить причини такого заявления. Как і розказати, почему адвокат не явився. Прокурор ставив вопрос на рассмотрение суда. Напомню, рассмотрение жалобы на сообщение о подозрении длилось несколько месяцев. Адвокат Ракула Ігор Йулашвили не раз пропускал заседання і просив їх перенести. 12 ноября Йулашвили все ж прийшов. Впрочем, сразу заявив об отводі судді Донцова. На думку сторони захисту судді Донцовим на порушення вимог статті 306 КПК України справа не розглянуто по визначеній законом строку. Ми сказали про те, що про безсудді і доступ до правосуддя, але всі відкладення, окрім самого першого, де у нас була неявка прокурора, та другого відкладення, там, де ми провели повне судове засідання і нам потрібно було вибликати військового прокурора, окрім цих двох неявок, всі неявки, всі, які було раз, два, три, чотири, п'ять, шість чи сім неявок було за вашим хлопотанням або за хлопотанням Раку. Однак от об'яснення адвокат подозріваємого відказався. 16 ноября отвод судді Донцова удовлетворили. Заявлений відвід не містить належних та підтверджених даних, які свідчили про наявність підстав для відводу, що передбачені статтею 75 КПК України. Суд, враховуючи, що інститут відводу покликаний ліквідувати найменший сумнів у відправленні суддею правосуддя, навіть якщо сумніви є безпідставними, суд приходить до висновку, що заява про відвід слідчого судді Донцова підлягає задоволенню. А далі автоматизування система назначила нового суддю Андрея Науменка. Розваження жалоби почали заново. Защитник Ракула намагався відмінити спілкування о підозрівній. Мотивував це тем, що документ составили якобы зарані, вручало ненадлежаще лицо і тому подібне. В свою очередь прокурор Арсений Протасов выступив з роз'ясненнями і заверив. Нарушений закона не було. Сторона Защиты зачитала протокол допроса подозріваємого. Судебне засідання перенесли, але в цей раз по просьбі прокурора. 10 декабря Арсений Протасов зачитал копию протоколов об аудиоконтролі. Начали с разговоров посредника, вероятно, второго подозреваемого в вымогательстве взятки, екс-детектива НАБУ Романа Ковтуна с пострадавшим. Речь шла якобы і о конкурсе, і о денежном вознаграждении за победу в нём і о самом Ракуле. Субтитрувальниця Оля Шор По-дальшому подробила запитання. Ви мне объясните, вот эти 2 мільйона, это что? Это расходы, которые Минопороны должны были брать на себя? Посредник каждого. Это расходы, которые идут в Сворсоветах, как он мне объясняет. После прочтения деталей разговоров посредника и потерпевшего, прокурор перешёл ко встрече Ракула и потерпевшего. У нас уже объявление об аукционе готово. Подробила, задаю я питання. То есть проходит изначально аукцион, на шопидозу на Ракуле. Да, мы сразу делаем аукцион. Это Ракуле? Да, это лично Ракуле. Мы сразу делаем аукцион. И всё после него подписываем. Ни че никаких невластных не было. Ну, есть результаты проведения аудиоконтроля за чиненом злочину, але, ну, лишь детально шостосоця самых прямой участи Ракула, указанного при надпроважении, они будут долучены на материальностях справа. Далее судья Андрей Науменко предложил сделать перерыв. На следующем заседании с объяснениями и возражениями должны были выступить Василий Ракул и его защитник. После этого уже судебное решение. Впрочем, адвокат не пришёл ни 13 декабря, ни 17. Ракул заверил, защитник болеет, но справок так и не предоставил, и снова попросил отложить рассмотрение жалобы. До сих пор. Напомним. По данным следствия, Ракул и экс-детектив Набура Манковтун потребовали миллион долларов у руководства строительной компании. В обмен гарантировали победу в тендере на возведение жилья для военнослужащих и членов их семей в Одессе на улице Рассвета, 47А. В настоящее время Ракул находится под личным обязательством. Ранее он внёс 10 миллионов гривен залога. Досудебное расследование должны завершить до 23 января 2022 года. Юлия Лабурак, Евгений Миглей, Денис Ларко. Седьмой канал. Более 300 украинцев уже получили третью дозу вакцины от COVID-19. Её введение утвердили недавно для групп РИСКа. Людей с тяжёлыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов и так далее. Делать прививки им начали 16 декабря. Всего в Украине с конца февраля полный курс вакцинации. Прошли 13 миллионов человек. Между тем, в Израиле анонсировали начало кампании по получению четвёртой дозы вакцины от COVID-19. Привиться через 4 месяца после последней вакцинации смогут врачи и люди старше 60 лет. Горячие блюда, крафтовые напитки, сладости и рождественское настроение. Всем этим одесситы в течение недели могут насладиться на праздничной ярмарке у Кирхи на улице Новосельского. Посетили мероприятие и наши корреспонденты. Как развлекаются одесситы смотрите в следующем сюжете. Жареное на мангале мясо, домашнее вино и сладости на любой вкус. Всё это можно попробовать на рождественской ярмарке возле Кирхи. Несмотря на декабрьские морозы, на ярмарке многолюдно в любое время. Развлекают себя жизнерадостные одесситы не только гастрономическим наслаждением. Многие поют песни в караоке или танцуют. Чай, кофе, сыры, колбасы, люля-кебаб, шашлыки, сыр солугуни, бастурма. Бограч горящий, да, он закончился, он в обед ещё закончился. На 300 литров котёл закончился в обед. А не холодно вам тут? Так как холодно, тут наоборот, пот вытираем с лица. Как, о чём вы говорите, холодно? Снег тает. Снег вокруг нас тает, вот подсказывают люди. В общем, атмосфера огонь. Рождество, мы готовы. Народ есть, а выходные это очень много, много-много людей. Организаторы гарантируют, на ярмарке представлена только качественная продукция. Придерживаемся европейского стиля. У нас немецкая кухня. Здесь у нас готовят немецкие, баварские, сосиски, мюнхенские. Большой выбор вообще. Тушим капусту, как в Германии это делают. Мюнхене любят такое делать. И у нас заходят участники именно с крафтовой всей продукцией. Это всё домашняя выпечка, брецели. Готовится глинтвейн, опять же, всё с натуральных фруктов. Нету ни порошкового вина, ничего такого, всё натуральное. Одесситам такой формат отдыха нравится. Кое-кто приходит на рождественскую ярмарку уже не в первый раз. Нравится, класс. Мы же второй день. Ну, вчера мы купили развивающие книжки для ребёнка, а сегодня пришли выпить глинтвейна. Я обожаю, знаете ли, Рождество. Вот, пришла посмотреть на новогоднее чудо, на вот эту всю красоту, на вот эти вот выставку Йоу, кстати, они там очень красивые. Посетить ярмарку может каждый желающий до 27 декабря с 10 утра до 10 вечера. Вход в рождественскую сказку абсолютно свободен. Евгений Миглей, Денис Ларко, 7 канал. Итак, мы увидели этот день корреспонденты. Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова